Собаки грозные только на вид. На деле оленегонная ненецкая лайка, главный компаньон и помощник у оленеводов. Очень контактные. Приезжали генетики-кенологи сюда, на Ямал. И они проводили исследования у нас в округе. И мои лайки оказались самыми стандартными породами. У них баллы высокие. Сохранением и разведением такой необходимой на севере породы Владимир занимается третий год. Дог к трекингам или пешей прогулкой с собакой по тундре первый. На выбор пешего туриста три дистанции. Три, пять и десять километров. Мы с моей спутницей Барби, конечно же, как я неподготовленная, выбрали три. Вот гуляем. Как вам прогулка? Погуляли мы с тобой? Прогулка вдохновляет, впечатляет и флоруторно влияет на организм человека. Не только сохранить породу, но и познакомить с ней ямальцев. Вот, пожалуй, главные цели Владимира Лаптандера. Он тоже передал своим детям свои самые лучшие качества. Видите, какой он красавец. Хороший, хороший. Вообще пушистый он, хорошенький такой. Лично у меня все, привал. Барби не устала, я устала немножко. Знаете, плюс такой прогулки в том, что ты в любой момент сможешь остановиться, набраться сил и пойти дальше. Да, Ларви? В среднем для того, чтобы преодолеть самую большую дистанцию, нужно два часа. Все зависит от вашей физической формы. Прогулка с человеком для такой породы – отличная тренировка. В семье кочевников оленегонные лайки выполняют роль пастуха. Со временем все четверо щенков отправятся жить в тундру. Юлия Шнайдер, Виталий Сафарметов. Время и Мала Оксарка. Субтитры создавал DimaTorzok